МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Первый в новом году выпуск программы Республика в студии Ольга Пырычкина. И смотрите сегодня. С Новым годом в праздничных, культурных и спортивных мероприятиях приняли участие сотни тысяч жителей и гостей Чуваши. Что год грядущий нам готовит, вступили в силу изменения законодательства. Зимняя сказка. Пять муниципалитетов Республики стали точками новогоднего маршрута. Главные итоги праздничных дней. На первом в этом году заседании члены правительства обсудили работу коммунальных и экстренных служб. Обо всем подробнее, Дмитрий Ковалев. Праздничная декада в Республике выдалась насыщенной. Спортивные турниры, концерты, театрализованные постановки за 10 дней свыше 2000 мероприятий. Новогодние каникулы показали, что культура питья и отдыха меняется в лучшую сторону. Меньше разных летальных исходов по разным причинам. Я сам практически постоянно ежедневно был на связи с медицинской службой, с руководительной правоохранительной деятельностью. Это усиляет уверенность, что мы 2018-й начатый год как начали достойно, так и завершили достойно. Экстренные службы Республики работали в режиме постоянной готовности. По данным МЧС, с начала года было спасено 6 человек. За считанные часы до боя курантов в столице Республики эвакуировали жильцов целого подъезда. Праздник был омрачен в одном из домов по улице Чернышевского. Сигнальная ракета, выпущенная в воздух, поразила балкон квартиры. Никто не пострадал. Сумма ущерба превысила 200 тысяч. В квартире жильцов не оказалось. На балконе, как обычно, всевозможные предметы, возгорания. Потом переходит на кухню. Сработало оперативное МВД. Эвакуировали весь подъезд. Пожар локализовали. Обстановка на трассах, даже несмотря на недавний снегопад, выдалась спокойной. В Республике обошлось и без серьезных коммунальных аварий. В праздничные выходные дни зафиксировано 6 аварийных ситуаций. Из них 5 на объектах водоснабжения. И один на объектах теплоснабжения в городе Цивильск. 5 жилых домов по улице Юбилейная. Провод теплотрассы был в свое время ликвидирован до 14.00. С начала этого года в Республике стало больше на 264 жителя. Именно столько малышей появилось на свет в праздничную декаду. В сравнении с аналогичным периодом в 2017 году родилось на 9 детей больше. Среди новорожденных немало первенцев. Согласно указу президента России, их семьи получат пособие. 8 910 рублей получат те семьи, те дети, которые появились впервые, начиная с 1 января 2018 года. Эта цифра взята от уровня прожиточного минимума для детей. Первой в этом году родилась девочка. Малышка уже выписана домой. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Праздничные выходные в цифрах и фактах. Итоги о новогодних и рождественских гуляниях в Чебоксарах подвели на городской планерке. В новогодние каникулы более 100 тысяч гостей собрали центральные новогодние площадки Чебоксар. Красная площадь, Московская набережная и городские парки. В каждой локации для горожан и туристов организовали детские представления, работали аниматоры, проводились молодежные вечера. Главной площадкой осталась Красная площадь. Новогодний городок объединил резиденцию Чебоксарского Деда Мороза, торговые ряды и зону спортивных активностей. Резиденцию главного Деда Мороза города Чебоксара посетило более 27 тысяч детей. Новые развлечения можно было найти и в других местах. Так, в роще Гузовского впервые заработал зимний веревочный городок. Открытием этого года стал этнокомплекс Амазония. 7 января там открылся самый большой каток города. Его площадь 6 тысяч квадратных метров. Впервые для отдыха обустроили и Московскую набережную. Действительно работал и стал пользоваться популярностью и пункт проката. Хотя мы сомневались и в том числе будут ли браться в прокат зимние велосипеды. Насколько будет вообще актуально зимняя набережная Московская. Цель себя оправдала. Пункты проката действительно пользуются особой популярностью. Набережную посетили более 15 тысяч человек. Для зимних забав здесь в прокат лыжи, зимние велосипеды, палки для скандинавской ходьбы. Есть возможность прокатиться на собачьих упряжках, снежном банане, в карете, на санях и снегоходах. Хочу отметить большую и слаженную работу всех точек общепита. Даже в самый не сезон, не самое хорошее, не пиковое время все работало. Очередей не было. Аниматоры работали круглый день, весь световой день. Тоже большое спасибо, что все, все праздники были организованы очень хорошо. Стоит отметить, что вся спортивная инфраструктура, как на набережной, так и в парках и на площади, будет работать в течение всей зимы. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. К сожалению, не обошлось без трагических происшествий. Пять уголовных дел по статьям убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью и оскорбления представителя власти. Таковы итоги минувших праздников от Следственного комитета. Так, например, вечером 30 декабря прошлого года в своей квартире в деревне Чершкасы Чебоксарского района было обнаружено тело ее 52-летнего хозяина с проникающим ранением в области шеи. По данному факту было неизмедлительно возбуждено уголовное дело по статье убийства. В прочейшие сроки было установлено лицо, подозреваемое в причастности к совершению этого преступления. Им оказался 44-летний житель соседней деревни Сермопосе. Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 5 января в Чебоксарах на мусоросортировочном комплексе среди бытовых отходов тела младенца. Следователи продолжают устанавливать лицо, причастное к его смерти. Назначено и проводится медицинское, а также решается вопрос о назначении других необходимых судебных экспертиз. В случае, если граждане обладают какой-либо значимой для следствия информацией относительно обстоятельств совершенного преступления, убедительная просьба сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 02. В целом же оперативная обстановка в Чувашии была относительно спокойная, чего не скажешь, а противопожарная. В республике произошло 14 возгораний. Чаще всего горели частные дома и бани. Не обошлось и без пожаров с летальным исходом. В первый день Нового года в огне погиб мужчина. В Госкомитете по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили подробности. Погибший это 1 января, рано утром, 5.19 пожар в Аликовском районе, Раскильдина. Причина мужчина 68 лет, причина оказалась курение в нетрезвом состоянии. Хотя вечером его состояние соседи видели, знали, но, к сожалению, никто меры подосторожности не предпринял. И, как стало известно накануне, 30 декабря, в результате несчастного случая в Чебоксарах скончалась молодая спортсменка Эдера Лаврентьева. Эдера Лаврентьева – воспитанница Республиканской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. Мастер спорта России по самбо, многократная победительница российских и международных состязаний. В ее активе победа на первенстве мира в 2012-2014 годах, в 2015-м она завоевала бронзу. Сегодня Эдере исполнилось бы 23 года. К другим новостям. Доступ в соцсети, оформление больничного, увеличение минимального размера оплаты труда. С 2018 года в России начали действовать новые законы в этих и других сферах. В Африделёчке небольшая семья живет, под навесом студентики спят, а вот в летнюю кухню я молодоженов пустила. Уж больно просились. Все понятно. Целый день никого нет. С утра до вечера на пляже. А вот тут у меня йог остановился. Йог? Ну да. Этот чудак днем спит, а ночью купается. Одно из нововведений 2018 года – курортный сбор. Взымать его начнут в Крыму, Краснодарском и Севастопольском краях, а также на Алтае. Налог должны будут платить все, кто приедет на отдых в эти места. Размер сбора до 100 рублей в сутки в зависимости от сезона и региона. 500 рублей. Таков был штраф за слишком темные окна автомобиля в 2016 и 2017 годах. С 2018-го платить нарушителям придется в три раза больше. А если водителя поймают на этом нарушении 12 раз, то он рискует и вовсе лишиться прав. Список нарушений, за которые можно превратиться из автолюбителя в пешехода, вообще значительно расширился. К примеру, права могут отобрать после второго проезда на красный свет. Уши, лап и хвост! Вот мои документы! В наступившем году код Матроскин и вообще те, у кого еще нет паспорта, а это лица моложе 14 лет, вероятно, не смогут зарегистрироваться в социальных сетях. Для этого нужно будет вводить данные из документа. Разработчики данного законопроекта предполагают, что он вступит в силу также в 2018-м. Владельцам соцсетей, которые пренебрегут данными требованиями, грозит штраф до 300 тысяч рублей. А вот нововведение о запрете анонимно пользоваться так называемыми мессенджерами уже вступило в силу с 1 января. 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличился с 7800 рублей до 9489 рублей. Теперь он составляет 85% от прожиточного минимума. А через год к январю 2019 года эти величины должны сравняться. Бумажный или электронный с этого года больничный лист можно будет оформить в любом удобном варианте. У электронного специалисты отмечают ряд преимуществ. К примеру, его можно будет продлить, не посещая больницу. Вступил в силу и закон о так называемой телемедицине. Врачи смогут дистанционно собирать консилиум и консультировать пациентов. Правда, только в том случае, если диагноз пациенту поставили очно. И о приятном. С 1 января при рождении первого ребенка семьи, чей доход не будет превышать полторы величины прожиточного минимума на человека, будут получать ежемесячные выплаты. Средний размер по стране 10,5 тысяч рублей. Члены правительства рассмотрели и грядущее изменение платы за услуги ЖКХ. В соответствии с законодательством тарифы будут повышены с 1 июля. В республике уже утвержден предельный порог цен. Плата за коммунальные услуги не должна увеличиться больше, чем на 6%. Контроль за величиной тарифа в субъектах федерации ведет правительство России. Указом главы Чувашской республики с 1 июля 2018 года установлено предельно максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги для 290 муниципальных образований республики в размере от 4,5% до 4,9% по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услуги электроснабжения. Мы говорим, это максимальное изменение. При этом средний рост платы за коммунальные услуги по этим 290 муниципальным образованиям составит не более 3,9%. Предельный индекс роста цен может быть и изменен. Веским основанием для этого может стать реализация инвестиционных программ. Так, по инициативе органов местного самоуправления для города Канаж и Хучельского сельского поселения Канажского района изменение платы за услуги ЖКХ не должно превысить 12%. В муниципалитете планируют провести масштабную работу по замене сетей, чтобы повысить качество оказываемых услуг. Даты ЕГЭ и ОГЭ. Расписание госэкзаменов для школьников утвердило Минобразование России. Выпускные испытания традиционно пройдут в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Досрочные экзамены начнутся 21 марта и завершатся 11 апреля. Сдавать ЕГЭ в этот период будут выпускники, которые по уважительным причинам не смогут пройти аттестацию вместе со всеми. Основной этап ЕГЭ – с 28 мая по 2 июля. Первыми будут экзамены по географии и информатике, а 30 мая выпускники будут сдавать математику базового уровня. Дополнительный этап экзаменов пройдет с 4 по 15 сентября. Право пересдать ЕГЭ будет у выпускников, которые не получат положительных оценок на экзаменах по математике или русскому языку. АГЭ выпускники девятых классов досрочно начнут сдавать с 20 апреля. Основная волна старшеклассников пройдет итоговую аттестацию с 25 по 29 июня. Напомню, что все экзамены начинаются в 10 утра, а максимальная длительность, согласно приказу Миноборнауки, 3 часа 55 минут. Новогоднее путешествие по Чувашии предложили жителям и гостям республики в праздничные выходные. 5 дней, 5 районов, 5 уникальных программ. В путешествии побывали и мои коллеги. Проволока и картон. Два простых материала, из которых получается необычное елочное украшение. 15 минут и все готово. Я уже придумала, куда я повешусь в елочную игрушку на елку, которая находится у меня дома, в зале. Очень классно, что здесь устраивают такие мероприятия. Можно провести каникулы с пользой и научиться новому. Это не единственное развлечение, которое предлагает Мариинский посад своим гостям. Централизованные представления, ярмарка пирожных и экскурсия по купеческому особняку 19 века. Здесь расположен краеведческий музей. На новогодних каникулах в Мариинском посаде можно не просто весело отдохнуть, но и с пользой провести время. Как, например, здесь, в купеческом доме, научиться танцевать кадриль. Ну что же, поехали? Кадрильные фигуры запоминала и семья Желудкиных из Чебоксар. В Морпосад они приехали впервые. Это наша первая точка. Точка, да. И такая активная, с танцами. Неожиданная. Ну, то, что вот такая программа, да, это интересно. Ну, нужно какие-то вот такие вот мероприятия все равно проводить на праздниках, чтобы не сидеть дома. В новогодней карте туриста Мариинский посад – отправная точка путешествия. Следом за ним гостей ждали Чебоксарский, Маргаушский районы, города АллатР и Новый Чебоксарск. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. В новогодний круиз без виз пригласил всех город Новочебоксарск. В Ельниковской роще развернулись новогодние гуляния. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в праздники участвовали и другие сказочные персонажи. Любители театра под открытым небом танцев и веселья не испугали даже Морозы. Просит дети прийти на праздник. Где поздравить с Новым Годом? С Новым Годом! В народном гулянии с удовольствием приняли участие и чиновники. Желаю в Новом Году вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. С праздником! В новогодний круиз без виз, но с маршрутной картой в руках Евгений Аксендаров с двумя дочерьми отправился без сомнений. Семья живет в Ишлеях, а во время каникул любит путешествовать по красивым местам родного края. Мы участвуем в новогоднем путешествии. Уже посетили город Морпосад, Чебоксарский район, поселок Кугейс посетили. Сегодня посетили город Новый Чебоксарск. Завтра хотим посетить уже Маргауши. Город потом, следующий город Алатарь. Нам очень нравится и мы рады участвовать в таком новогоднем путешествии. Я сам взрослым не был в этих городах. Я не видел музея, не заходил в памятники, историю, как бы, нашу культуру чувашскую. Ее заново как бы познают с детьми. Здесь понравился парк, в Морпосаде понравился музей, в Кугейсах понравился этот каток. Островок новогодних мастер-классов расположился в детской школе искусственного Чебоксарска. Одним из самых популярных занятий стал квиллинг. Снежинки в этом стиле научились делать десятки детей. Мне нравится результат, что здесь получается красиво. Профессионалы в школе искусств обучали желающих чувашским танцам, актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах. Завершился праздник рок-концертом. Любителям спорта был отдан отдельный остров. В спортивной школе номер один прошли семейные эстафеты. Баскетбол, футбол, самбо, легкая атлетика, тэквондо. Представлены были практически все виды спорта. Особенно понравилась танция самбо. Мы делали кувырки, мы боролись, мы побеждали, перетягивали канат. Очень здорово. Самое легкое для меня это было футбол, а самое тяжелое, наверное, легкая атлетика. Что там было? Там нужно было пробежать эстафету, ну и как бы было тяжело. Мне лично понравился футбол. Давно не занималась с мячиком, не играла. Вспомнила молодость, очень понравилось. Труднее всего. Падминтон, наверное. Почему? Уже давно тоже не играла, какая-то координация уже как-то не очень. Я делаю шпагат, канаты, мостики, челепашки. Покажешь нам что-то? Да. Давай, что же шпагат? Пока, садись. Покажешь нам что-то? В своем доме туристической базы «Медвежий угол». Всего в новогоднем путешествии по Чувашии приняли участие более 4 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. В России продолжается святочная неделя. Православные отмечают Рождество по плоти Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Так называется один из важнейших праздников церковного календаря. 7 января Божественную Литургию в Покрово-Татьянинском соборе Чебоксар возглавил митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. «По преданию Богоматерь» со своим мужем Иосифом 6 января приехали в Вифлеем на перепись. Не нашли места в гостинице и вынуждены были остановиться на ночлег в пещере, где пастухи держали скот. Там Мария и родила младенца, нареченного Иисусом, которому суждено было стать спасителем человечества. С тех пор прошло более двух тысяч лет, а мы по-прежнему отмечаем этот праздник, символизирующий приход в нашу жизнь, добра, света, любви. «Наступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твою благодатью». Вместе с Российской Православной Церковью 7 января Рождество отмечают в Белоруссии, Украине, Казахстане, Молдове, Кыргызстане, Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Боснии, Герцеговине, в Грузии. Остальные православные страны празднуют это событие 25 декабря с католиками, поскольку перешли на новый стиль. Но независимо от этого, в Рождество все молятся об одном – о здоровье и счастье своих близких, о благополучии и мире. Да будет этот год для нашего народа, для народов исторической Руси и всех народов Земли годом мирным и благополучным. Таким был первый рабочий день этого года. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин